МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Человек смертен, но это было бы полбеды. Плохо то, что иногда он смертен внезапно". Это слова из бессмертного романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Вкладывая эти слова в уста своих героев, автор имел в виду несчастные случаи, катастрофы, войны, неизлечимые болезни, то есть ситуации непредвиденные. А тем временем число запланированных смертей и самоубийств меньше не становится. И ситуация пандемии, к сожалению, к этому предрасполагает. Как же сохранить психическое здоровье и безопасность? Как усмотреть важное в поведении своих близких и предотвратить беду? Об этом мы сегодня поговорим в программе «Тело человека» с экспертом. Ежегодно около 800 тысяч человек лишают себя жизни, и значительно большее число людей совершают попытки самоубийства. Каждый такой случай – трагедия, которая воздействует на семьи, общины и целые страны. Статистика свидетельствует, что суициды происходят не только в странах с высоким уровнем дохода. Этот глобальный феномен характерен для всех регионов мира. Фактически более 79% самоубийств в 2019 году произошли в странах с низким и средним уровнем дохода. Никто не будет спорить, что самоубийство – это серьезная проблема общественного здравоохранения. Однако при наличии своевременных, основанных на фактах и зачастую недорогостоящих мер вмешательства, самоубийство можно предотвращать. Вопреки устоявшемуся мнению, люди с суицидальными намерениями вовсе не избегают помощи, замыкаясь в себе, а часто стремятся к ней тем или иным способом. Из тех, кто совершает самоубийство, почти 70% в течение месяца до фатального поступка консультируются с врачами общего профиля. Оставшиеся 30% так или иначе демонстрируют свои намерения родственникам или близким друзьям. А значит, над проблемой нужно и можно работать. Итак, давайте знакомиться. Сегодня в гостях у программы «Тело человека» врач-психотерапевт, ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии с курсами медицинской реабилитации и психиатрии Лариса Владимировна Рузанова. Здравствуйте. А помогать нам будет двое студентов Гомельского государственного медицинского университета. Это Алина Саухина и Евгений Малюк. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Ребята, традиционно мы в начале нашей программы задаем вам вопрос. Он уже готов. Внимание на экран. У самоубийства всегда есть основания, впрочем, как и у любого поступка. Но то, что одного человека может послужить причиной плохого настроения максимум на неделю, для другого превращается в трагедию, несовместимую с жизнью. Естественно, наиболее чувствительной к переживаниям всегда была творческая публика. Если сейчас это певцы и медийные персоны, то раньше были философы. А кого из них знаете вы и что, по официальной версии, послужило причиной такого решения? Ребята, прозвучал для вас уже первый вопрос. Вы можете покопаться немножко в истории, найти на него ответ. А мы пока начнем наш разговор. Лариса Владимировна, известно, что определенные категории населения больше подвержены суицидальным наклонностям. Кто относится в группу риска? Если говорить о группах риска, есть так называемые относительные факторы суицидального риска, к которым относятся социальные факторы, например, такие как возраст, пол, религиозные убеждения. И в этой категории можно сказать, что относятся, например, мужчины в большей степени старше 45 лет, а те, которые больше относятся к мусульманской религии. Потому что наибольшим фактором риска суицидального обладают атеисты. Потому что атеизм – это в некотором смысле тоже религия. Кроме того, в относительные факторы суицидального риска попадают те люди, которые на данный момент, например, не работают и не состоят в каких-то поддерживающих отношениях. Но это относительный фактор. То есть сам по себе фактор, соответственно, не может служить основанием думать, что этот человек закончит свою жизнь суицидом. Для того, чтобы это стало фактором риска, как минимум, их должно быть несколько. Чем больше факторов, тем выше риск. А кроме того, они все-таки должны сосчитаться с определенной ситуацией, в которую попадает человек. Потому что суицидальные действия, по большому счету, это один из вариантов поведения человека в состоянии социально-психологической дезадаптации. Которая может вызываться разными причинами и сопровождаться, собственно, как понятными психологическими какими-то следствиями, так и патологическими проявлениями. И причины эти, они могут быть как внешними, то есть какие-то условия жизни, отношения, утраты каких-то важных людей в своей жизни, а так и какими-то внутренними причинами, связанными, например, с ростом, становлением, с пониманием себя. И вот суицидальное поведение – это как бы крайний вариант вот такого разнообразия поведенческих актов человека. И когда человек попадает вот в ситуацию такой дезадаптации, кризиса, плюс еще есть целый ряд факторов относительных суицидального риска, которые в результате приводят к тому, что человек делает вот такой вот выбор в своей жизни. То есть обязательно должно быть сочетание вот этих предрасполагающих факторов и каких-то триггерных, пусковых факторов, к которым относятся вот эти кризисные ситуации. Валерия Владимировна, ну тут статистика обращает внимание на такую группу, как 15-29 лет. Молодые люди. И вот, конечно, первая причина – это несчастные случаи, а вторая – это как раз-таки и есть суициды. Действительно ли это так на практике? Ну, к счастью, все-таки молодые люди в мире рождаются для того, чтобы жить. Как правило, все-таки это здоровые люди, у которых в большей степени они не болеют какими-то заболеваниями. Поэтому варианты их гибели, конечно, они могут быть связаны вот с такими причинами. Какая-то травма или такое вот решение человека уйти из жизни. Если говорить про молодежь и про вот эту вот группу населения в целом, то все-таки в этой возрастной группе чаще всего встречаются суицидальные попытки. И их существенно больше, чем, например, в более старших возрастных группах. То есть вот мы говорили про 45 лет, да. После 45 лет мы чаще сталкиваемся с суицидами. Среди этой категории суицидов, завершившихся больше, чем среди вот этой вот молодой категории граждан. И причины, по которым наши подростки выбирают вот такой способ поведения, конечно, он связан с особенностями их взаимодействия в семье, наличием, отсутствием поддержки. Потому что одно из недавних исследований показалось, что, например, каждый пятый подросток в Республике Беларусь, он находится в ситуации социальной незащищенности и, соответственно, такой социальной дезадаптации. Где-то примерно 18% подростков когда-нибудь в своей жизни задумывалось о суицидальности. О том, чтобы, ну, как минимум, попробовать, что это такое. Потому что это возраст, как раз-таки понимание себя, своих возможностей физических, психологических, психических и прочих остальных в целом. Ну и здесь, если уже говорить о подростках, то очень важно родителям обращать внимание на поведение своего ребенка. Понятно, что он привлекает к себе таким образом, может быть, где-то даже внимание. Да, может, это и будет не суицид, а парасуицид, но тем не менее. На что же нужно обратить родителям внимание, а когда нужно просто взять и завести своего ребенка к врачу? Да, родители, на самом деле, должны все время держать ребенка в поле зрения. Не терять его внимание, иначе у ребенка тогда развивается привязанность к другим вещам, к другим людям, к тем же самым своим гаджетам, интернету. Потому что это всегда доступно, это дает интерес, это дает поддержку, реализацию и прочее. Но если говорить в целом, то, конечно, важный элемент, что следить за эмоциональной неустойчивостью и вовремя заметить вот эти изменения, конечно, это очень важный момент. Ну, что здесь можно, о чем можно сказать? Во-первых, это резкие изменения поведения. То есть был ребенок быстрый, подвижный, общительный, а стал, например, замкнутым, ограничил свои контакты, склонен к уединению. Или наоборот, малообщительный, замкнутый подросток вдруг активизировался, начал активно контактировать с окружающими и занялся какой-то деятельностью. То есть такие вот резкие изменения в поведении. Многие говорят, ну, подростковый возраст просто, да? Ну, здесь, опять-таки, мы не можем опираться только на один факт, да? То есть здесь очень важно все-таки, ну, посмотреть на разные вот изменения какие-то, да? Может быть, это изменение в настроении, в эмоциях. Например, стал обещевым, стал раздражительным. Ну, вот, его перестали радовать, перестал радоваться и заниматься своими любимыми делами. Вдруг начал раздаривать свои важные вещи, которые у него были. А порой подростки откровенно говорят о том, что жизнь мне интересна, он никому или она никому не нужны. И вообще, наконец-то, скоро все закончится, да? Скоро наступит облегчение. Или в каких-то играх, в демонстрациях могут демонстрировать нечто подобное. Например, там, размахивать пистолетом и демонстративно играть в этот акт самоубийства. То есть, вот, как бы, такие вот вещи очень важные. Что изменяется режим, там, судно-бодрствования, да? Что изменяется аппетит, что, например, стало плохо учиться, учился хорошо. То есть, вот такие важные элементы в сумме, в анализе вот всех разных факторов должен все-таки насторожить в отношении того, что, возможно, что ребенок переживает какое-то кризисное состояние, какой-то кризис, с ним надо обязательно поговорить, надо обязательно вызвать доверие. Об этом вообще-то надо говорить и с подростками, и со взрослыми людьми. О том, когда появляется, например, мысль о том, что, возможно, человек там как-то думает о суициде, да? Вот насторожность появляется. Это миф, что если мы говорим о суициде, это значит, все, человек собрался, пошел и совершил его. То есть, все-таки вы как специалист видите, что чаще всего люди показывают свое намерение. Конечно. Вот эти доведенные до черты, да? Конечно. И если о взрослом человеке говорить, то на что здесь нужно обратить внимание? Про ребенка понятно, он как-то все больше под контролем родительских глаз, учителей. А если говорить о взрослом человеке, какие вот такие уже предпосылки стоит обратить внимание на этого человека? Ну, когда говорим мы о взрослых людях, здесь эти факторы тоже имеют существенное значение. То есть, как правило, все-таки в той или иной форме человек объявляет о своих намерениях. Потому что в целом вот суицидальное поведение, это поведение в обществе, правильно? И если совершается суицид, то окружающих, которые окружают этого человека, эта ситуация сильно травмирует. То есть суицидальное поведение всегда направлено куда-то, на кого-то. И этот импульс к суициду человек тоже от кого-то так или иначе получает, в косвенной или в прямой форме. То есть, поэтому, если эта идея у человека зародилась, и он с этой идеей живет и выстраивает план реализации этой идеи, то, конечно, так или иначе он об этом говорит. Есть какие-то признаки того, что человек прощается с миром. Вот такие косвенные признаки прощания. Ну, например, просят прощения у каких-то людей, раздают вещи, подарки. Говорят окружающим, скоро вам будет легче, вам без меня будет проще. То есть накапливает средства самоубийства, какие-то таблетки, например, или оружие, или примеряет веревки, грубо говоря. То есть накапливает средства, с помощью которых он бы мог вот это действие завершить. То есть вот эти признаки суицидальности, они присутствуют. Конечно, мы обращаем внимание и на эмоциональное состояние человека. То есть способен он помощи попросить или нет. Употребление психоактивных веществ. Ну, например, того же алкоголя, как самое простое и доступное психоактивное вещество, как бы или вдруг начинается, или вдруг прекращается. То есть что-то резко меняется вдруг внезапно, когда никогда такого не было, не характерно было для этого человека. Изменя поведения. То есть это тоже такой очень важный момент. Лариса Владимировна, я сейчас предлагаю послушать ответ наших ребят на вопрос, который был в начале программы. И напомню, что он был о том, как великие философы подвели свою жизнь к тому, что она должна закончить. То есть они должны ее закончить самоубийством. И по какой причине? Кто будет учить? Я. Жень, пожалуйста. Одним из наиболее известных философов, которые приняли решение самостоятельно уйти из жизни, является Ефрат. Известно, что уже находясь в преклонном возрасте, устав от повседневных тягот жизни, он попросил у императора яд и таким образом самостоятельно ушел из жизни. Немецкий философ, также Бенемин Вольтер, ушел из жизни. И после многих попыток уехать в Соединенные Штаты Америки, которые были неудачными, он в одном из пригородных мотелей принял смертельную дозу морфина и также самостоятельно покончил жизнь самоубийством. Вот такие вот длительные размышления о смысле жизни все-таки привели их к тому, что жизнь нужно закончить. Как-то вот странно, вроде бы люди такие высокоинтеллектуальные и все-таки вот решили закончить свою жизнь. Ребят, спасибо вам за этот медицинский исторический экскурс. Для вас готов уже второй вопрос. Внимание на экран. Наряду с психотерапией антидепрессанты считаются лучшим решением при лечении многих расстройств и при наличии суицидальных наклонностей. Многие из этого спектра лекарств можно купить в аптеке без рецепта. И речь не идет о банальной валерьянке. А чем опасен бесконтрольный прием таких препаратов? Это вопрос для вас. А пока вы разбираетесь с фармакологией, мы продолжим наш разговор. Всегда ли суицидальные попытки – это удел людей образованных? Надо сказать, что образование не играет такой существенной роли. Мы больше говорим о каких-то психологических особенностях индивидуальных человека, которые будут служить, возможно, причиной вот этого решения – уйти из жизни самостоятельно. И к этим особенностям, как правило, относится такая вот эмоциональная неустойчивость, особенно в периоды возрастных кризисов, в частности, пубертатный и кризис среднего возраста. Да. И поэтому подростки попадают вот в эту категорию, потому что они переживают вот это состояние кризиса возрастного. Кроме того, важным элементом является склонность к импульсивным действиям. То есть импульсивность – это способность действовать, не обдумывая. То есть сначала сделал, а потом подумал. Максимализм, категоричность – такая черта характера, как чрезмерное стремление к достижению цели. А самооценка и чрезмерно заниженная, и чрезмерно повышенная тоже является таким фактором, который могут способствовать принятию такого решения. А также тревожность и чрезмерно сильное чувство вины. То есть вот наличие каких-то таких психологических особенностей и черт характера, они как раз-таки могут послужить причиной принятия такого решения в большей степени, например, чем образованность. Ну а если говорить о социальном факторе, об уровне дохода, например, того или иного человека, о том, чем он занимается вообще, какие у него есть интересы или их вообще нету, как вот здесь все-таки? Ведь известно, что в странах с высоким уровнем развития, там в основном именно самоубийством заканчивают те люди, у которых, наверное, какие-то психические расстройства, если человек имеет нормальный доход. Или все-таки это не так? Ну, я думаю, эти философы, о которых мы говорили, не были очень бедными людьми, по большому счету. То есть, ну, уровень самоубийств в Европе, он примерно такой же, как и в Беларуси, но чуть ниже. Если сейчас мы говорим, что у нас примерно 18 случаев на 100 тысяч, то Всемирная организация здравоохранения считает, что, ну, как вот уровень достижения, к которому надо стремиться, да, это примерно 8. Но для многих стран это не очень достижимый результат. Есть страны, традиционно, где очень высокий уровень самоубийств. И они как раз-таки относятся к достаточно развитым странам. Это, например, скандинавские страны, это, например, Венгрия. У них традиционно более высокий уровень суицидов был всегда. И этому есть предположительные объяснения, например, что они относятся к финно-угорской группе населения. То есть это особенности языка, которые таковы, что человек, там отсутствуют слова, которые выражают чувства. То есть человек не может выразить словами свои чувства. Он не может... Отразить все свои эмоции, да? Да, поделиться, да. Он не может поделиться, не может рассказать о своих переживаниях, потому что у него нет слов для этого рассказа, да. То есть это можно сделать другим способом. Вот как бы суицидальное действие – это такое действие, которое предпринимается, когда человеку кажется, что его никто не понимает. Ну и тогда, наверное, категория одиноких людей, да? Им не с кем поговорить просто. Конечно. Мы говорили про вот эти факторы базовые, да, в которых был такой пункт, например, одинокий человек или он состоит в каких-то отношениях, да. Конечно, у одиноких людей выше суицидальный риск, да. Конечно, у тех людей, которые... И мы говорили вот про эту категорию, да, которая старше 45-ти. Почему? Потому что вслед за этим... Ну, часть людей, например, получает инвалидность, да. В какой-то период времени уходят на пенсию. Конечно, это меняет социальный статус. Это меняет уровень доходов. Это меняет финансовые возможности, да. Это меняет способности человека реализовывать какие-то, например, ну, свои желания, да. То есть, потому что кроме вот этих факторов риска, есть же еще факторы, которые поддерживают человека, да, удерживают его от такого выбора. Ну, например, это наличие семьи, наличие объекта привязанности, к которым относятся в том числе, например, домашние животные, да. Есть такой посыл, что будет защищать... Сделай так, чтобы кто-то зависел от тебя, да. И тогда вот эта ответственность за то существо, там, за того человека... То есть, как его оставить можно будет, да, кто за ним будет смотреть. Да, оно как раз-таки удерживает, да. Наличие какой-то социальной поддержки. Ну, например, если человек одинокий, но есть, например, социальные работники, которые поддерживают этого одинокого человека, да. Или, например, если у человека есть какая-то работа, он чем-то занят. Ну, вы знаете, что во многих странах очень широко распространено волонтерское движение. И это волонтерское движение, оно охватывает не только молодежь, но и тех людей, которые, например, находятся на пенсии. И тогда у них нет какой-то такой занятости, да. И не всегда человек на пенсии может реализовать себя. Участие в волонтерском движении по возможности, оно дает ощущение приобщенности, общности с кем-то. Вот это чувство выполнения. Необходимости, да. Общей задачи, своей необходимости, да. И помогает людям переживать вот это вот, ну, наверное, сложное все-таки время, да. Если, особенно, если человек один, как вы спрашивали, вот. И, конечно же, у врачей-психотерапевтов есть много средств, чтобы оказать помощь, да, начиная от психологического консультирования и заканчивая даже лекарственными препаратами. Сейчас я предлагаю выслушать ответ наших ребят на вопрос, который был об препаратах-антидепрессантах, да. Всем ли можно применять, насколько это безопасное средство, или у них есть определенные ограничения. Алина, ваш вопрос. Антидепрессанты – это лекарственные препараты, которые используются для лечения депрессии. Они оказывают влияние на уровень нейромедиаторов. Это вещества, которые ответственны за наше хорошее настроение, такие как серотонин, норадреналин, дофамин. Врач при назначении препарата руководствуется рядом факторов, такие как возраст, индивидуальные особенности, степень тяжести проявления заболеваний, а также сопутствующие заболевания и ряд других факторов. У каждого антидепрессанта имеется своя направленность, свои побочные эффекты, свои противопоказания. И только доктор может грамотно соотнести предполагаемый положительный эффект от приема данных препаратов с возможными негативными последствиями. Эти препараты не работают мгновенно. Их положительный эффект заметен через 3-4 недели приема в правильной дозировке, которая подбирается доктором и при необходимости корректируется. Совсем не обязательно, что доктор начнет лечение с назначения антидепрессантов. В легких и умеренных случаях может быть вполне достаточно психотерапии или ряд других методов. А вот в тяжелых случаях прием препаратов всегда необходимо осуществлять под пристальным наблюдением доктора, потому что в первое время приема увеличивается риск суицида. Вопреки распространенному заблуждению, эти препараты не вызывают зависимости. Однако нельзя отрицать, что при отмене этих препаратов человек может почувствовать себя плохо. Это так называемый синдром отмены, который многие и принимают за развитие зависимости. Дело в том, что если резко прервать искусственную поддержку уровня нейромедиаторов, то их уровень падает, и человеку кажется, что депрессия вернулась, и без таблеток ему уже не справиться. Но эта проблема решается постепенным снижением дозировки, а также усиленной психотерапией. Все-таки врач-специалист должен назначать данные препараты, должен корректировать дозировку и наблюдать пациента в процессе этого лечения. Спасибо большое за ответ, достаточно полный был. Владимир, наша передача, по сути, подходит к концу. Я хотела бы, чтобы в конце передачи, традиционно, вы дали бы нам рекомендации, как сохранить свое психическое здоровье. Психическое здоровье, как здоровье в целом, вещь ценная. И очень важно, чтобы каждый понимал, что за свое здоровье каждый человек отвечает сам. И на самом деле это участие в собственном здоровье очень большое. И степенечная ситуация, в которой мы живем, тому подтверждение. То есть быть ответственным за себя, быть ответственным за окружающим. Ценить тех людей, которые окружают вас, ценить эти отношения, ценить себя, понимать свои возможности и ограничения, радовать себя своими возможностями и их как можно шире развивать. Очень важный момент – уметь приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям жизни. Очень важный момент – это строить реальные цели и стремиться к их достижению. Поэтому я всем желаю здоровья, как психического, так и физического. Спасибо большое. Я напомню, что сегодня в нашей программе был врач-психотерапевт, ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии с курсами медицинской реабилитации и психиатрии Гомельского государственного медицинского университета Лариса Владимировна Рузанова. А помогали нам двое студентов Гомельского медицинского университета Алина Саухина и Евгений Малюк. Спасибо и до новых встреч! Самое ценное, что есть у человека – это жизни. Поэтому будьте одинаково внимательны к своему здоровью и здоровью своих близких. Берегите себя, не болейте. А если заболели, то обязательно лечитесь. И до новых встреч в программе «Тело человека». Редактор субтитров А.Семкин